в общем посмотрите как в новостях звучит про этот кубок увидеть и сделать фото с главным трофеем кхл было мечтой юных хоккеистов югры и теперь она исполнена благодаря росту лекому фантомансис привезли куба гагарина вы знали что кубок весит 26 килограмм и сделан из серебра в него может вместиться 12 литров шампанского так она но из шампанского да и так обычно хоккеисты празднуют свою победу хранится он у команды которая выиграла чемпионат кхл если команда будет выигрывать эти соревнования на протяжении четырех лет подряд он останется у нее навсегда вот такова его и история этого кубка и в истории еще не было таких вот побед четырех лет подряд поэтому вот саша подсказывает до четырехкратных поэтому как бы ни у кого у нас команд навсегда не задержался но возможно подрастающая ну может наше подрастающее поколение сможет посмотрим понаблюдаем так что мы сейчас вот буквально через пару секунд на него посмотрим сами воочию вот кстати говоря где раньше я работала вот телекомпания югра а вот там центр искусства там я училась так что вот родные пятна ты походу что-то тут происходит друзья приглашаем вас знаю на гуси улице вирода у 4 или здесь у меня график главный трагедии какие-то какие-то на любви смотри группа Получается, мы принимаем участие вам, вы нечего не выиграли, но дополнительно мы даем link, получается, это приложение выключателя телефона, активируете, получается, код, код здесь, и пользовательств 30 дней, получается, может быть, 170 каналов и 18 тысяч фильмов. Также, помимо этого, можно загрязнуть, у нас есть фотографии, которые выключат, здесь есть UR-код, у которого там можно выключить фотографии, и дополнительно, кимонок. Понятно, всё, ясно, спасибо большое. Пойдем, пойдем, сейчас фотографируем. Пойдем, не будешь? На тебе тогда камеры. Сейчас, сейчас. Смотрите, друзья, какой он просто монументальный. Да, вот действительно достойная вещь, достойный трудов и победы. Смотрите, красота. Вот такую вот вещь привезли к нам в Ханты-Мансийск. Обалдеть. Всё, мы отметились, кубок вам показали, и едем дальше. Наши друзья тоже в машине сидят. Получается, знакомый друг у нас тоже выиграл главный приз здесь с видеокамерой. Саша сейчас дозванивается, чтобы приехал и забрал, потому что, говорят, потеряли, не могут найти призёра. Девочки, что я сейчас расскажу. Короче, это, едем уже такие домой. Кубок насмотрелись, на всё насмотрелись, наслушались, короче. И Игорь такой, я сделаю сегодня сырную тарелку. Ну, 23-го не получилось, у нас сырная тарелка, у нас был обзор. Сделано 29-го. Сделано 29-го. Сделано 29-го. 24 года такое бывает. Какой день, да? Сырная тарелка раз в четыре года. Да. По 29-м февралям. Всё, на ваших глазах родилась традиция. Традиция, да. Блин, Игорь, а чем бы раз в четыре года, серьёзно бы не было? Всего традиция. Ты, Игорь, это признала только что. Так, ладно. Экономненько. Четыре года копим, потом... Подкидывайте идею, надо срочно исправлять ситуацию, придумать новую традицию. Вот прям надо. Короче, едем. Я говорю, ну раз будет сырная тарелка, нам нужны шпажки. Ну, в общем, мы до этого зубочистками всё это делаю. Тыкали, кушали. Дико неудобно, проворачивается. И я ей говорю, слушай, надо эти шпажки. Помните, мы в Ленце тогда тоже ходили, искали, не нашли. Ну и, в общем, я такая, он на светофоре говорит, так, куда едем? Я давай быстро-быстро думать, насколько у меня это получается в такие экстренные ситуации. Не получается. Я говорю, давай на Комсомольску. Он говорит, так что на Комсомольску? Поехали в надо-маркет. Это, короче, другой конец города. Вообще, другой конец города. Самарова. Мы же на машине. Ну, Игорь говорит, да мы же на машине, чего не съездить? Всё, поехали. И тут я вспоминаю, мне же нужны были ещё формы силиконовые для печенья. Я у Кати Гурьяновой увидела рецепт печенья. Слушайте, там 3-4 ингредиента. Моментально это делается. Тем более, она так это показала, в общем, быстро. И мне стало интересно. Но всё же лучше, чем покупать эти печенья, какие-то химозы, непонятный состав в этом самом. Да. Самое интересное, что денег только на шпажки. А как? Я не знаю. Где ты на форуме эти деньги возьмёшь? Да ёбараса ты. Да что ж такое? Мне так не везёт-то постоянно, а? Блин. Ну, может, там ещё не будет этой формы. Вот лучше пусть её тогда не будет, чтобы я не расстраивалась. Потому что если она будет, а она тогда будет в единственном месте. Потому что в других местах её нету. Потому что это ханты-мансийск. Короче, пусть её лучше не будет. Ну, будут шпажки, тогда будет сырная тарелка. Жду от вас идеи на новые поводы для сырной тарелки. Вот так. Так что мы сегодня весело, весело-весело встретим високосный год. Точно. Погода дурацкая, ветер. Снег уже кончился, но вон смотри, аж вышка телевизионная. Да, да. Смотрите, вышка уходит в тучу. Облака. Облака. Белогревые лошадки. Облака. Это какие-то облака тёмные. Ну, да. Такое ощущение, знаешь, как это... Сейчас перед грёздами. Сейчас ливанёт. Вообще так интересно. Смотри, она всё больше и больше прячется туда. В общем, погода такая себе не айс. На улице полный айс. Было минус 16, и сейчас ноль градусов. Представляете? Перепады. Ну, ноль. Ну, вот такая у нас природа. Тут ничего не поделаешь. Пусть будут шпажки и не будет формы силиконовой. Что, правда, не компоты, не компоты? А напиток и сухофруктов. Сухофруктов. А у нас есть же сухофруктов. Да ну, я с ними педалится. Слушай, я уже показывала, как я этот компот варила. Там его вымачивает. Там столько грязи. Столько каких-то опилок. Каких-то непонятно, наверное, чего. Проще купить фухты и есть. Полезнее. У меня нос закладывает сегодня. Я ничего не понимаю. Ладно, едем. Приедем на домаркет. Посмотрим с вами, что там есть. Может, там, кстати, к 8 марта вот по-любому они эти формы привезли. Как назло. Почему? В смысле? А что, женщины любят в подарок посуду, что ли? Ну, формы для выпечки. Ну, кстати, ну, некоторые, да. Мне кажется, это как-то... Женщине нужно подарить любовь. Вот я любовь дарю Викули. А цветы? А духи? А конфеты? А драгоценности? Вот. А это не для Викули. Для Викули любовь. Да ладно, ребят. Мы купим на колеса. Короче. Мы купим на колеса, поэтому у нас подарки всегда... Вообще... Не, у нас подарки получаются, просто мы какие-то приобретения вписываем в подарки. Да. И мы, если дарим подарки, то мы знаем, какие у нас будут подарки, потому что дарятся нужные вещи, необходимые. Не до того сейчас жиру, чтобы просто так что-то дарить. Ну, цветы это всегда приятно, но я вот Игорю тоже говорю, что давай вот не сейчас, не в этот год не дари цветы. Потому что стоят они дорого, стоят они недолго. За эти деньги можно купить 8 килограмм мяса, к примеру. Ну, не 8. Если букет стоит две тысячи, две с половиной... Ну, в полторы тысячи можно красиво купить. Ну, в полторы можно уложить. Это три килограмма мяса. Это три килограмма мяса. Так что... Ну, мясо же вкуснее. Посмотрите, из мяса можно стейк сделать, да. Цветы они радуют глаз, но они постоят 2-3 дня и все. А мясо можно фаршно делать, сколько котлет, и есть целую неделю. На цветы тоже можно пожевать, и неделю можно пожевать просто, если не очень вкусно. Представляешь, такая жизнь, дошли до ручки, подарил цветы, жуем, сожрали цветы. На ужин сегодня цветы. Соня... Главно розы не дарить. Они шипалят jakimplaşт. Розы. Из Рос хоть чай заварить можно, кстати говоря. Из Либископа. Так из любых Либископа можно. Да из Кибискубов. Либископ скорее. Из Либископ можно. К Gesetz pins к uses subscribe, да. Да, да. Да, да. Короче, нас да покрывают нет, это... Я удивлена была, что это оказывается, Гибискус, а он у меня, зараза, как раз свести не хочет. Вот ты теперь его за это выпьешь. Да там луковички надо это... Короче, надо цветам землю обновить. Нам надо рассаду посадить. Ну как рассаду? Это не рассада будет, это огород будет наш. А вот страшно в этом году, кстати говоря, садить огород у нас на нашем этом балкончике. Потому что если будут ветра... То будет все сдувать. То все будет выдувать. А судя по тому, как вот сейчас у нас происходит, у нас ветра. Ну, в общем, мы снова едем в Самарова. Там люди были на выставке, на площадь трех центров. Друзья, помните, спрашивали, где вот рыба продается, где вот такое? Вот обычно вот здесь вот так стоят стихийные продажи и продают вдоль... Торговцы? Торговцы, стихийные продажи, стихийные торговцы. Это у нас сейчас молодой район. В плане молодой здесь посносили деревяшки все, старые дома поубирали и вот такие вот построили новые. Вот эти вот буквально строились... Мы в отпуск уезжали, да, они, по-моему, строились? Или уже стояли коробки? В общем, я точно не помню, но это махом тут все растет. А еще у нас здесь не очень приятно сейчас стал перекресток. Здесь поменяли знаки. Поменяли знаки. И многие еще не привыкли, а многие еще не смотрят на знаки. Не привыкли каки. Каки? Так что мы едем снова сюда и зайдем сейчас вот в этот. Сейчас сначала будем парковку искать. Ну, там явно все занято. Вот там. Будем тут впюхиваться. Вот, смотрите, галактика. Его новую построили. Вот это меридиан, а вот там вот, левее, там Сатурн. Площадь трех торговых. О-о-о-о! Как так-то? Ну, что ты думаешь, он тут не полетел побыстрее? Да полетел побыстрее, потому что грехался. Так жахнуться. Сейчас где-нибудь преткнемся. То есть не найдем. Тут просто, если бы вот некоторые вот так вот машины не ставили. Вот как вот тут пролазить? Никак. Мы пролезли. Ты ювелир. Папочка ювелир. Ой, это в чем? Ой, это пижама. А зачем? На авиасе. Конечно, ставят машины как хотят и где хотят. Так, а вот там, по-моему, два места, Игорь. Да. Есть где встать. Вот. Тут, конечно. Да, инвалидные с другой стороны. Да. Так что мы не нарушили закон. И вам тоже рекомендуем не нарушать закон. Пойдем. Так что вот такие вот торговые. Самые большие у нас в Хантах. И мы сейчас в Сатурн. Игорь, мама, куда пошел? В галактику. Спасибо. И у меня сейчас заморгала батарейка. Все, мы пришли. Надо маркет. Я хочу прямо там, где формы. Ну пойдем, давай посмотрим. Смотрите. Ну, есть же контент. Тут всякие. О, это типа типа найсеры-дайсеры. Да. Ой, такое хлипенькое, слушай. Вообще хлипенькое. Сейчас надо проверить. Ага, которую мы покупали вот на Алиэкспрессе. Смотри. Смотри. Слушай, терки такие. Не, терки не очень. Мисочки. Казанище. Представляете, да, тут плов сделать? Маленькие мультиварочки. Что-то пока, знаешь, вот ничего на глаза не попадает. Типа надо-надо. Ну, дорогие, скотцы, кастрюли, конечно. Вот сковороды. Вот это тяжелое, а здесь у них чугунные стоят. Вот. Шла у нас речь, помните, насчет сковородок? Вот они. Они прям неподъемные. Вот смотрите, стоимость. Аня, тоже обращаю внимание на сковородки. Но биоловских здесь нету, конечно. Биола тут нет. Везде, где ездили по России, мы и видели биолы сковородки. Но вот как раз в Ханты-Мансийске этого добра не найдешь. Ножи. Тут уже. Ну, в 200 рублей, что хотят. Набор, 1100. И вот, помните, я спрашивала по такие для ножей-подставки. Вот такие мне не нравятся. Вот такие. Это прям не моя тема. Мне нужна большая и вот с такими разделителями. Куда я, Игорь, убежала? Здрасте. Да, вот она. А почему такого цвета? Тут есть вот. О, давай-то вот фиолетовую такую. Вот такую. Девчонки, в надо-маркете нашли именно те формочки, именно вот такие, как надо. Клево. Для торта. Молочка. Кстати, да. Небольшой. Смотрите, смотрите, деньги-то есть. Ты спалился. Ну, Игорь, вот за это я тебя прям люблю. Все, подарок на 8 марта получил. Так, я еще не все посмотрю. Кстати, слышишь, для опаски девчонки, то есть Хантамансийска вот здесь в надо-маркете продаются для выпечки куличей. Вот по-любому. Тут что-то было еще интересное, почему он меня сюда не пустил. Нет, вроде бы нет. Пакеты. Так, я надеюсь, что музыка у нас не будет забанена ютюбом. Нет, биола нет в любом случае. Тоже сковороды, сковороды. Бокалы. Слушаешь, а тогда в ленте эти бокалы стояли, которые у нас разбились? Помнишь? Девушкин в ленте, так, на домаркет, успевайте на цены смотреть. Полотенце. У нас еще полотенце вышли из строя. Да, они уже все излохматились. Смотрим в мировские всякие штуки. Смотри. Не, не, это все не то. Пошли. Это не эти? Не ключницы? Шкатулки просто. Шкатулки ух ты, смотри. Ой, по цвету, смотри, как вообще по цвету. Ну, что, а вот, смотри. Да, есть у нас мы уже саши тогда покупали. А железных мы не покупали. Да, подожди. Акция 139 рублей они. тут ключницы, что ли? Вот, вот. Ну, да. Ну, такое. Слушай, обой, смотри, какие эти вещи красивые. 300, 400 рублей ягод, всего лишь. А, она такая маленькая, но она очень симпатичная, как декор. а вот ключница. Ну, и что? Вот, смотри. Нейтральные. Да, вот это с розами, а вот это вот. Так у нас денег нет? Нет, нет, на ключницу нет, точно. Ну, вот, вот они какие-то простые, старые. Вот я раньше помню, ключницы, они такие сложные были с какими-то. Ну, вот они все, вот это на 5 связок. Это тоже на 5 связок. Здесь на 6. Вот тебе какая нравится на самом деле? Вот эта. Вот эта нейтральная? Угу. А я вот, я вот даже не знаю, какая мне нравится. Ну, девчонки, вам какая понравилась, мальчишки? Такая интересная. Это непонятная, да? Это тоже ключница. Давай я потешу. Тут вообще на 3. На 3 мало и на 5 мало, колхозить придется. На 6 нормально. Ну, вот эти вот так ничего, но это дачные какие-то, да? Да. Ну, в общем, пишите, друзья, какая вам кличница больше всего понравилась. И мы, кстати, искали на Али, там нету толком нормальных. Ну, тут по ценнику, я тебе хочу сказать. Нормальный ценник. Нормальный, потому что там были тысячи две, полторы, я помню. И какие-то такие, никакие. Вот. Так. Вот оно. Ищем шпажки. Вот бабы какие-то. Нет. Нам не надо бабы. наверху. Таких вот нету, которые с двумя зубами. Вот плоские. Эти не деревянные. Эти не плоские. Я предлагаю в этот, в Пакету, на Комсомольску еще заехать. Сейчас назад поедем. Все. Что, тогда это оставляем? Не, 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 не. А что? Не надо, пожалуйста. Да Новый год уже кончился. Ладно. Так, тут что у нас? Давай еще клянем. Семена. Очак. Ну, очакались. Очак для казана. Для казана. Семена. Я вижу семена. Игорь, вам срочно нужно что-то садить. Тут для шашлыков. Окей. Тут фигня всякая. Столик не. Ой, мангал такой странненький. Вот смотри. Никакой. А вот этот. О, ну, тоже никакой, по-моему, слабовато. Коптильные. Наборчики. кастрюли для холодца. Кастрюли для холодца. Холодильники. Дорогу. 4, 300. А вот стеклянная крышка. Крышка тяжелее самой кастрюли, между прочим. Так, а здесь нету? Нет, нету. Хлебенькие, да? Так у тебя же есть. У меня есть, мне не надо. Я просто смотрю. Перчаточки сядовые. Не хочешь семена, посмотри? Нет. Почему? Смотри, какие интересные метелки. О, настоящие. Ага, вот они, корыцы для посадок, смотри. Как раз вот высаживают нам на балкон. Вот всякие ванночки для рассады, смотрите. 71, 143. Разделители. И семена. Да, хочется уже в Краснодаре все это высаживать и поскорее. Ну? 123 рубля. Есть зубники? Да, и есть, смотри, еще вон, зеленые. А вот поглубже, кстати. Магазин надо понять. Круто. Ну, 118. А вот, вот прям зеленые, классные. Угу. это типа, они сюда потом растения вылазят или как? Ну, да, наверное. Ну, вот я бы зеленых вот таких бы взяла. Слушай. и посадить. И посадить. Не, ну, нам-то не рассаду, нам-то надо их посадить. Они на окне взойдут, а потом мы их за балкон, на балкон туда и поставим. редиска. Хотела сказать, слушайте, смотрите, колбаса даже. Это фасоль. У нас, но в Украине такая раз колбаса хочется. У Вики уже везде колбаса. У нас же есть семена дома. Да, а я вот не знаю, у нас есть семена помидорок? Да, ну, теперь мы не будем на поворачивать помидорок. Мы хотели цветы поворачивать. Цветы и так я хотела же там что-то горох, что-то такое. наобсарик, какие семена дома есть. Ну, я бы кустик помидора, вон, бычье сердце, Воловье сердце. Вот таких я бы, типа, знаешь, черри. Не будем мы там помидоры не поворачивать. И еще свиней там возле. Игорь предложил еще свиней здесь. На балконе. На балконе. Кастрюльки. Тебя набрались? Кастрюльки, ну, вот стоимость. Кружки, кружки, подарочные штучки. Ну, и тут акционные тоже товары. Вот и получается, что противень мы нашли, а саму, а сами шпажки нет. Вот так и мотаемся в поисках. в пакетон, да, на Краснояду. На Комсомольскую 65. Ящики для хранения. Смотрите, какая посуда интересная. Смотрите, арбузы. Вообще. Ну, тут детские всякие тарелочки, тарелочки, тарелочки. Дальше здесь больше такая подарочная. Здравствуйте. и вот наша покупочка, на которой не было денег, да? Нет денег. Смотрите, какие корзинки, как из травы сделаны, получается, и украшены таким декором. Очень красиво для подарка. Класс. Пойдем. Так, а мы через какой? А, ну, пошли. И вот здесь переход получается в галактику через Золу. Зола, Зола. Ну, вот открылся магазин Зола, и теперь все ханты ходят в одинаковой одежде. Ну, весь, весь, я имею, весь город Ханты-Мансийск ходит в одинаковой одежде, которую покупает здесь Золя. Крутейки. Ты кудой? Что-то ж я хотела в этом магазине посмотреть. Что-то ж я хотела посмотреть. Да потому что ты так быстро убегаешь. так сейчас сейчас мы едем дальше в магазин искать шпажки. Да, у них или нет? шпажки. а пока идем в машину. Здесь, кстати говоря, у нас перекресток. Слушаешь, Игорь, а перекрестки может быть? Ну, давай, чтобы не ездить далеко. Да. заглаш заглаш шпажки. Я Игорь предложила, говорю, давай зайдем в перекресток, может, в перекрестке где-то в каком-то отделе есть эти шпажки. Игорь сначала на меня посмотрел, потом такой, да, а потом по-другому посмотрел. Магазин электрон. Идем в перекресток. Супермаркет перекресток. Так. С днем рождения где-то сюда. Вот так ярко светло стало. Ой, они поменяли, слышишь, перестановку сделали, потому что крема были в том отделе. Мне кажется, знаешь, где, Игорь? Ну, давай тут посмотрим, мне кажется, там, подальше. Технические неполадки, эвакуация не требуется, ложная тревога. Ого. Ну, оказывается, под эвакуацию еще тут попали. Мне кажется, там вот, где хлеб. Ну, пошли вот так пройдем. Туда, где хлеб. О, там блинов столько лежит готовой еды. Но мы туда не пойдем, потому что у нас голодные желудки. И денег нет. Главное, формочка уже есть, осталось еще шпажки, и все. И пусть денег нет, да? И пусть денег больше нет. Знаешь, что, где мы колбаса сейчас? Нет, я хотела сосиски глянуть. поскольку мы уже здесь, хотела клинские сосиски глянуть, потому что клинская колбаса у них здесь есть. Молочный черкизов, 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 молочный. Что-то я клинских не вижу. Мне кажется, надо спросить просто. Как-то колбасу главное клинскую возят, клинского мясокомбината, а самих сосисок нет. ура. Да, вот они двойные. Какие? По 77 или по 77? Давай лучше по 77. Блин, придется брать по 77. по 77. Вот мы хотели как раз вот такие, чтобы двойная здесь была вот эта вот вилочка, чтобы можно было удобно цеплять. вилка неудобная, она очень мягкая. А что, не прям мягкая? Ну, мы покупаем. Посмотри, какая, что ты ей там возьмешь, я не знаю. Вот давай, будем пробовать. Так, печенеги. Ты что? я хочу глазеть. О, смотри, тут уже готовые луки, орешки. смотри, какая вкусняшка. Вот это вот прям баночка здоровья. Конфитюры. Тут же печенеги-печенеги. Но все равно вот много таких вот товаров, которых нет. например, в Ленте. Вот взять, например, вот эти вот хлебцы. Вот, в Ленте нет такого. Ты хлеба никакого не хочешь? Нет, меня боятся. Меня боятся? Ну, похоже. В общем, Игорь меня оставил в очередь и пошел еще глянуть пару ценников. И все. И дано. В наши покупки еще добавилась помада. Но денег нет. На 3G, да? Но денег нет, да? Вы держитесь. Мне Игорь сейчас напомнил этого. Этого. О котором не говорят слух. Денег нет, вы держитесь. Ну все, теперь мы все покупочки сделали. Да? Конечно, все деньги вливают. Главное формочки, главное есть шпажки. Ой, кухни. Кухни, мебель. Как с этим жить теперь? С отсутствием денег. Как всегда. Впрочем, как всегда. Это же перманентное состояние. Так, все, ведем машинку. Я забыла, где мы парковались. А, все, вспомнила. Правее. Ну, ветер не уменьшается, я хочу сказать. Ветер с моря дул. По-прежнему он тут задувает. По-прежнему он, ну, хоть снег перестал идти. Потому что выпал снег. Дорожные службы и коммунальные будут сейчас наводить в порядке. В принципе, сегодня суббота. Суббота, воскресенье у них есть, чтобы в понедельник люди поехали уже нормально на работу. Сегодня влог, наверное, тоже будет большой? Наверное. Пишите, как вам? Большой влог нравится? Не нравится? Маленький нравится? Не нравится? Не нравится. Ну и что? Мы уже дома. И не просто так дома. Показываю трехлитровую банку, Ну. Ой, она липкая. Что-то такое. Игарь. Сахар. Сахар. Это море сахара, это удар. Удар, да? По сахарной системе. По сахарной системе. Ну, в общем, сейчас будем добывать, откапывать, да? Ха-ха. Ну, кто догадается? Ну, давайте, ну, давайте уже, давайте, пишите. Пока иду, медленно вы пишите. Я все еще медленно иду, вы все еще пишите. Комментарии тут засветилось, короче. Ну, вот. А здесь три сорта колбасок. Мы и без колбасы. Да, быть такого не может, да? Параллельно любую, смотрите, ай, нанэ, нанэ. Я довольная, девчонки, как слон. Сейчас так, Вика, ты и так слон. В общем, вот такое теперь у меня появился здесь житель для приготовления печенек. Печенеги. Блин, мне прям хочется попробовать. А тут даже больше у нее рифления, чем у Екатерины. Короче, ладно, поехали дальше. Опускаемся, и у нас здесь сырочек. Да, дружочек, сырочек. И мы будем делать что? Сырную тарелку. Да, будем делать сырную тарелку. Так, Поке, стой. Эта сырная тарелка должна была быть у нас на 23 февраля, но благодаря обзору мы были наеты напитые. И мы решили только сейчас ее приготовить. В общем, буду формировать это дело, сдвигать еще и орешки. Орешки сейчас поджарю на сковороде. Где наши орешки? Их сейчас. А надо их открыть. Откройте, по-вязьюсь-то. Они у нас прижаренные или не прижаренные? Попробую. Присыренные, мне кажется. Мне кажется, прижаренные. Не может быть. Да нет, они бы были хоть чуть-чуть желтее. Так они желтее. Покоричневее. Мне кажется, они прижаренные. Давайте так, это на первоначальном этапе приготовления и сейчас так хлоп, и вы увидите, как это в итоге. Собственно говоря, готово. Осталось маленький штрих. Пока Игорь не видит. А то скажет, я же говорил, я же говорил. Это же наши привилегии, да, девочки? Я же говорила. Да нет, все нормально, смотрите. Вообще, отлич нос. И, собственно говоря, как это работает? Хлобысь. Должно быть вообще безумно вкусно. С колбасенью. Мы не стали колбаски резать квадратиками, вот честное слово. Игорь на слайсере все это дело приготовил. Немного извращений. Камамбер, какой-то еще сыр и колбасень. Чуть-чуть, понимаете? В мед надо это дело чуть-чуть окунать, слегка конца. Смотрите, как симпатично довольно-таки смотрится, правда? Берем орешек. Не менее вкусно. Это классно, это вкусно. Друзья, балуйте себя всяческими вкусностями, деликатесами, сырными тарелками, овощами, фруктами, зеленью, мясом, картошкой. Зачем хотите. Прогулками на свежем воздухе, велосипедами, машинами. И пусть в ваших семьях всегда будет достаток, счастья и благополучия. А за 7 мы сейчас идем смотреть ютюбчик, возможно, какой-нибудь художественный фильмец, уплетать эту сырную тарелку и у нас вуаля, выходные, аллилуйя. А вы меня еще раздразнили блинами на кефире. Я уже боюсь своим предлагать. Мы еще те предыдущие блины не доели. Но хочется приготовить. Посмотрим. Время будет, сделаем. Обязательно вам покажу. Ну, а на этом прощаемся с вами. Всем пока-пока и встретимся с вами завтра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok